Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в химонадочку на сермозин холеплей первый сервер. Меня зовут Кирилл Путбуль, не забывайте вводить мой ник в регистрации, и также не забывайте вводить мой промокод. Подпишите вместе капсом Кирилл Гейм, и в протяжении 5 вы получите 50 тысяч, в протяжении 10 вы получите 100 тысяч, то есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере в мазин холеплей, также он будет в описании под этим видео. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас новый видосик, я вам напоминаю, что как только мы набираем 200 лайков под предыдущим роликом, то есть про новую рубрику, то выходит новая серия, именно по новой рубрике. А если хотите видеть обычные серии, то давайте под видосы выбираем 100 лайков, и выходит новая серия. Я думаю, это довольно-таки будет несложно, потому что, ну, у нас всё-таки много, точнее вас много на канале, поэтому я думаю, вы с лёгкостью справитесь. Итак, пацаны, короче, как видите, это мой Мерседес, и я приехал сюда не просто так. Как вы знаете, есть целостность на машинах, и я решил, короче, посмотреть целку сегодня, и увидел, что целостность довольно-таки очень маленькая. 42%, поэтому я думаю, стоит слить её в ВОЗ, короче, пишем sell car, и давайте продать на металл вон. Ты чё, охуел, блядь? Так, стоп, пацаны, я пошутил. Я просто выкупаюсь, и с какой лицо просто у вас такие, чё, блядь, Мерседес на фуллбат номерах сейчас типа слить в ВОЗ. Ну такое себе, да, было на металл чисто. Я, конечно же, сичу, пацаны, я не буду этого делать. Сегодня мы будем слить мои машины, какие именно? Это вот этот Мерседес, который я вам только что пранканул немножко с ним. Конечно же, я думаю, вы на секунду поверили, что я это сделаю, и потом, блядь, чё за долбоёб. Ну, короче, неважно. Сегодня мы будем ремонтировать две машины, а именно, это BMW M5 E60, то есть Мурка. Ну, здесь написано F90, но неважно. У меня просто моделька E60 стоит, поэтому я её так и называю. И вторая машина, это Мерседес E63 AMG, который сейчас, видите, это беленький вот этот. У BMW целка там, по-моему, 60, ну, что-то вроде такого, по-моему. А вот у Мерседес довольно-таки очень маленькая целка, которую я вам показывал. Вот, давайте ещё раз покажу. 42% это очень малое. Я его купил уже, когда у него целка была 50. Я его просто не ремонтировал, а вот пришло время, пацаны. Поэтому сейчас кто-то отдаст неплохую сумму бабок за машины. И также установим антирадар на Мерседес и на Ламброгини. На BMW не буду ставить, потому что он там и так есть. Поэтому сейчас, короче, пацаны, мы этим всем займёмся. С вас ставьте лайки и погнали. Ну что ж, в первую очередь мне нужно снять деньги. Поэтому сейчас идём в банкомату и снимаем некую сумму денег. Так, баланс у меня 3 миллиона 700 тысяч. Ну, как минимум, сегодня мы 2 миллиона, я думаю, потратим. Поэтому снимаем 2 ляма. Дай бабла. Блин, я вот реально не люблю людей, которые сами просят денег. Дай бабла. Блядь, вот понимаете, они шляются возле вокзала и просят денег. А пойти работать для них, ну, это вообще, знаете, они об этом не знают. Вот меня серьёзно такие люди раздражают. Потому что надо уметь и зарабатывать, а не только просить деньги. Чё, у меня тачка была открыта? Ну такое, сейчас бы тачку пизданули. Всё, пацаны, сейчас зайдем до СТО и я продолжу. И шо вы думаете, в итоге этот чувак ко мне подбежал и попросил ещё денег? У меня такое ощущение, что все думают, что я ебут дочь миллионера, блядь. И шо у меня денег просто запасы неземные. Я всем должен давать деньги и никто не работать не должен. Я только должен всем давать деньги и все должны жить за мой счёт. Как бы я не жадный, пацаны, понимаете, я не жадный. Я за месяц разыграл 16 миллионов, я раздал 2 миллиона. То есть в общем сумме 18 миллионов я раздал, грубо говоря. И в итоге, блин, я остался сам без денег в тот момент. И в итоге у меня всё равно просят деньги. Когда я делаю конкурс, у меня всё равно просят деньги. Когда я делаю деньги, у меня всё равно ещё просят деньги. Я вот этого серьёзно не понимаю. Я-то не жадный человек, но, блин, как бы можно и поработать. На дальнобойчках хорошо платят и так далее. Ладно, всё, не будем об этом. Давайте я сейчас машину подчиню. Тут просто пацан накипело немножко, потому что, блядь, что я не зайду в игру, всё, все деньги от меня хотят, именно деньги. Кто-то звонит, хочет денег. Кто-то меня встретил, хочет денег. Одни деньги, но мне серьёзно. Так, давайте, надо чинить нам целку. Антирадар, получается, 50 тысяч стоит. Мы его покупаем. Отлично. Так, пишем тюн. Теперь, хидравлику не надо ставить. Капитальный ремонт стоит 500 тысяч. Тоже покупаем. Так, теперь пишем карпас, 188. И целка у нас получается теперь 62. То есть, нужно ещё раз ещё подчинить тачку. Так, капитальный ремонт. Отлично. Карпас. Каждые 15 секунд нельзя, типа. Ну, окей, сейчас подождём и посмотрим. По идее, да, 82, всё. Как бы, если целка упала ниже 90, вы уже до 100 её не вернёте. Максимум это 90 будет, целка. Но так как 500 тысяч, это типа увеличит 20% целки. Поэтому смысл мне третий раз покупать нет. Всё, теперь едем обратно. И я беру BMW и делаем всё то же самое. Только там нужно будет это сделать один раз всего лишь. Всё, пацаны. И встретимся уже возле моего дома. Так, вот я приехал к дому. Теперь берём Мурку. Мурку, которую вы все знаете, которую вы все любите. Но это не точно. С ней тоже нужно провести некий ремонт. Потому что у неё целка уже тоже довольно-таки маленькая. И поэтому сейчас мы этим и займёмся. Блин, в ней бензина нету. Я совсем забыл об этом. Ну, по-моему, какие-то не используют, да? Да, пацаны. Сейчас, короче, придётся ехать за конечко. И потом уже, я думаю, продолжим. Ну, а теперь пришло время чинить Мурку-старушку. Почему старушку? Сейчас я вам объясню. Пишем Карпас 188. И смотрим. Во-первых, это пробег. Это пробег, которого здесь нету. Почему-то. Я только заметил, что в Карпасе нету пробега. Но это довольно-таки странно. Ну, ладно. Во-первых, ГОСТа, да. Вот, ГОСТа у неё 900 тысяч. Это машина до ГО, как вы поняли. Ну, до глобального обновления. До первого. Глобального обновления. Во-вторых, это пробег. Пробег у него, пацаны, 48 393 километра. Это довольно-таки немало. Ну, короче, я думаю, многие знают, кто на мой канале. Что это за машина. И что она для меня значит. И так далее. Так, всё. Что нам нужно сделать? Это починить ссылку всего лишь один раз. Потому что больше мы этого сделать не сможем. Так, капитальный ремонт 100 тысяч. Отлично. Напишем снова карпас. И 82 процента, как и на Мерседесе получается, кстати. Ну, ладно. В принципе, не важно. Всё. Мурка у нас тоже немножко подлечилась, так сказать. И теперь я поеду за Ламбой. А на Ламбу нужно всего лишь поставить радар. Который стоит 120 тысяч. И всё. Больше с ней ничего делать не нужно. Всё, пацаны. Встретимся уже, когда я возьму Ламбу. Всё. Короче, я доехал домой. Теперь давайте возьмём Ламбу. Вот так вот она выглядит. Если что, это не новость сборки Ламба. Ну, как бы и старая, и не новая. Это предпоследняя сборка, которая стоила 10 миллионов. Сейчас эта тачка стоит 12 миллионов. С ней особо проблем нету. Я на ней, ну, не редко езжу, но езжу, короче. Редко езжу я это на Монстре и на Майбахе. Кстати, у меня вот такой-то автопар для тех, кому интересно. В принципе, что бы я в нём изменил, пацаны, это Майбах поменял бы на РС. Это было бы реально очень круто, но, к сожалению, пока что нету таких возможностей. Ну, короче, нету бабок, пацаны, нету денег. Если бы я, может быть, копил бы деньги, вот у меня было 4 миллиона, почти, да. И себе ещё копил там, копил, может быть, купил бы себе, получается, РС. Но, видите, пришлось потратить на содержание машины, там, Мурку подчините, Мерседес. Ну, и сейчас нужно антирадар поставить на Хуракан, потому что на этих трёх машинах я чаще всего передвигаюсь. Майбах я беру очень редко, у него сейчас стрелка, там, 99, и у самого Монстра стрелка 99, короче. Это самые целые тачки, у которых стрелка почти 100. Поэтому сейчас я завожу двигатель и направляюсь, получается, обратно в 100 и ставим антирадар. И больше ничего с этой тачкой делать не нужно, я думаю. Минуточку внимания, хочу поставить бизнес нашей семьи. Наш бизнес, это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрёстка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Китан Кирилл Гейм. И сюда приезжаете, тренируетесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с тахтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пюлелей другим игрокам. Но самое лучшее из них, это кикбоксинг, либо удар с тахтя. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. Вот, пацаны, короче, я приехал в 100. Давайте поставим антирадар на Ламброгине. Он стоит 120 тысяч, если что. Вот, покупаем. Как бы карпас у него нормальный. Давайте вам покажу. 188 идея. Видите, 76, это ещё нормально. Это ещё нормально поездить можно. Поэтому чинить её нету смысла. Гуско 10 миллионов, объём бака. Ну, короче, всё нормально, пацаны. Сигнализацию я вообще куточку не ставил. Я считаю, что это не нужно. Давайте сейчас доеду до русских мишек. Мне просто подписчик написал, чтобы я приехал, его в семью принял. И он написал, что меня смотрит. Давайте, может быть, встретимся с ним. Пусть он засидится в видосе. Вот, короче, подписчик. Так, давайте, как там, фэ, инвайт. Пишем команду. И 129. Всё, принимаем его в семью. Давай, пусть он принимает. Всё, принял. Ну, что ж, чуваки, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на группу. Вводите мой промокод. Вводите мой ник. И играйте вместе в 0 на мазинке. Всё, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok